Это Генрих Этман Такой культ личности у нас Скажу вам честно Половину из того, что было сказано Это неправда Я намного лучше Откровенно говоря Я простой парень Который родился в Ташкенте Вырос до 20 лет Учился Практически заочно Если это можно так назвать Учился в те годы В, как это теперь называют, лихие 90-е И по сути У меня Была Предначертана вот та дорога Которую нам передавали Из поколения в поколение В моей семье Это считалось абсолютной нормой Я должен был получить профессию Я бухгалтер Я должен был работать Я работал Я ходил, работал бухгалтером И Ну вот Где-то к 20 годам Я стал вдруг осознавать Что Скорее всего Я проживу жизнь Так же, как Тот главный бухгалтер С которым я сижу В одном кабинете Либо начальник финансового отдела Мужчина, который был Там лет на 20 Старше На 25 Меня Я видел уже Вот свою перспективу Как я буду жить в 45 Как я буду жить в 65 И Я понимал, что Ну, наверное, что-то не так Все-таки Она одна Вот эта жизнь И как-то ее проживать Вот именно так Как Тебе вроде бы рассказали Уготовила система Это не Не совсем интересно И как вы понимаете Это уже не было Каким-то Открытием В середине 90-х Было полно людей Которые уже работали на себя И каждый раз Возвращаясь домой Я ходил пешком Это было Недалеко от того места Где я работал Я все время смотрел Вот на эти Первые иномарки Которые проезжали Первые хорошие автомобили На тех людей Которые начинали покупать квартиры Уже начинали выезжать за границу Я себя спрашивал Что делают эти люди По сути Эти люди Они в отличие от меня В отличие от большинства Тех людей Которых я видел С которыми я общался Они начали Как тогда это называлось Крутиться Но на самом деле Они решили взять В свою жизнь С собственные руки То есть они начали Работать на себя И по сути Вот я вам сейчас Хотел бы для наших гостей Прежде всего Передать несколько Как называют Ключи К увеличению дохода Несколько ключей И первое из этих ключей Это выбор направления Каждому из нас В жизни Предстоит выбрать По сути Одно из двух направлений Это направления Которые идут Это прямо противоположное направление То есть если Мы возьмем Вот этот Красивый плакат В качестве Какой-то мечты И Поместим сюда Ну например Дом О котором Мы с вами мечтаем У каждого из нас Есть какой-то дом Но так или иначе Мы мечтаем О каком-то Семейном очаге Чтобы он был лучше Даже те у кого он есть Чтобы он был лучше Потому что у меня его не было И не было долгое время И я хотел вообще Чтобы он у меня появился Конечно же Мы мечтаем Помогать другим людям Мы мечтаем Путешествовать Мы Мечтаем Быть финансово свободным В различных мелочах Мы хотим Чтобы у нас было время Мы хотим Чтобы у нас было здоровье И вот Все это можно уместить В каком-то одном направлении Это как тот город В который мы хотим прийти Совершенно очевидно Вдруг для меня стало Что Большинство людей Выбирает то направление Которых с каждым днем Уводит все дальше и дальше От тех вещей О которых они по сути мечтают Я Отдаю себе отчет в том Что не все люди На земле Начнут работать на себя Я это очень хорошо понимаю Но например в Европе Порядка 19-20% людей Это те люди Которые работают на себя В Соединенных Штатах Америки Может быть Как более продвинутой В создании неких условий Для предпринимателей В стране Это цифра около 24% людей В России на сегодняшний день Это порядка 10% Но мы говорим об активной Конечно же части населения Здесь не старики Не пенсионеры В счет не идут Конечно же речь идет О трудоспособной Активной части населения Почему кто-то не хочет Работать на себя Я не знаю Скорее всего Кого-то останавливает страх Кого-то останавливают Какие-то сомнения У кого-то нет возможности Или он не хочет По большому счету Что-то увидеть Меня это в принципе Мало интересует Меня в большей степени Интересует Что происходит С теми людьми Которые все-таки Начинают Осознавать И понимать Что для того Чтобы получить Все то что они хотят Им нужно двигаться Прежде всего в эту сторону И меня забудет В большей степени То как Помочь этим людям Или скажем То как Самому тоже Еще больше Продвинуться На этом пути В этом плане Я развивался Следующие Уже на сегодняшний день 16 лет До 20 лет У меня была Одна концепция В голове Я видел Некий такой Стабильный Проторенный Путь Который прошли Мои предки И точно так же Многие из нас Все это видели В тот момент Когда еще жили В Союзе Или те Кто родился позже Ну могли это видеть Наблюдать со стороны В России На сегодняшний день Как я вам сказал Есть порядка 10% Это около 10 миллионов человек Это очень большая Вот такая цифра у нас Это 10% От активной части населения Это те люди Которые работают на себя Среди них Например 4,7 миллиона Но эта цифра Она оценочная И эта цифра На 2010 год Почему оценочная Потому что Если вы возьмете Индивидуальных предпринимателей Очень просто считать Индивидуальных предпринимателей Потому что Скажем Средний бизнес У одного человека Может быть 5 предприятий Или у одного предприятия Может быть 5 учредителей Там очень сложно подвести Вот это вот А она оценочная Эта цифра Или скажем Крупный бизнес То же самое Чей это Российский бизнес Не российский Кто учредитель Как это считать Там акционеров Может быть 10 тысяч В крупном предприятии Это тоже совладельцы И они тоже живут На дивидендах Ну я не говорю О мелких таких Акционеров Поэтому есть Четкая цифра Это 4,7 миллиона Человек А все остальное Это такая Оценочная цифра Это средний бизнес Это крупный бизнес Это серый бизнес То есть Тот Кто не регистрируется Но продолжает работать Это огромное количество людей И в принципе Это те люди Которые не хотят Сидеть на месте Не хотят плыть по течению Вот если вы Вот так вот Посмотрите Некая такая ассоциация Да С рекой То вот по течению Течет вниз По реке Вот все что не лень Все что соберет Все листья Палки Мусор весь Вот они Что течет Против течения Да Вот это вот Та рыба Это более активная Часть населения Которая идет Против течения Почему-то Почему-то Вдруг против течения Зачем она туда идет Всему естественно Есть определенная цель И эти люди Каждый Он для себя Видит Что-то Что заставляет Его работать На себя Это направление Кстати Эта цифра Она выросла В 2002 году Она была 2,2 миллиона человек Это очень простые данные Вы можете их записать Зайти посмотреть Количество предпринимателей Оно будет расти И в следующие Примерно 10-15 лет Опять Те исследования Которые вы можете найти Например Я работал Редактором Достаточно долгий Период времени В журнале Эксперт И вы можете найти В частности Материал На эту тему В Этого Эдикцион В каких-то приложениях На сайте И так далее И вот В течение Следующих 10-15 лет Эта цифра Умножится на 2 То есть Будет порядка 20 миллионов человек Там будет сокращаться Население В принципе Не так важно В общем 17-18-20 миллионов Разная цель То есть Количество предпринимателей У нас вырастет И будет примерно Таким же Как например В странах Развитой Европы И таких людей Как я сказал Уже будет Становилось больше И будет становиться больше Это первый момент Поэтому Я вам предлагаю Понять одну простую истину Что Если вы просто будете Продолжать делать То же самое Что вы делали В предыдущие 10 лет То в следующие 10 лет Картина будет точно такой же Не факт Что все эти люди Которые работают на себя Достигают успеха Правда ведь? Согласитесь? Но абсолютно точно Все кто не работают на себя В большинстве своем Его не достигнут никогда Второй момент Второй ключ О котором я всегда Рассказываю И хотел бы с вами Тоже им поделиться Это Выбор То когда мы Выбираем направление Мы должны понимать Что Вот в зависимости Уже от конкретного Вида деятельности От конкретной ниши От конкретного рынка Мы начинаем двигаться С какой-то скоростью Открывая палатку Там я не знаю Чебуречную Аптеку Начинает Открывая средний Крупный бизнес Не важно что Мы начинаем двигаться С определенной скоростью Когда вы начинаете Свой бизнес С одной из компаний С сетевого маркетинга Вы тоже начинаете Двигаться С определенной скоростью И эта скорость Это как некое Транспортное средство В виде того вида Деятельности В виде той отрасли Которая вас Начинает вести В это направление Кто-то движется Кто-то движется Со скоростью 5 км в час Кто-то 10 Кто-то 50 А кто-то мчится Как по автобану Да Там 200-300 км в час Как вот эти вот Красивые автомобили И Естественно Никто из нас Не хочет Ближе к пенсии Или если У вас пенсионный возраст Подходит Никто из вас Не хочет Чтобы это было После жизни Да Каждый из вас Хочет это приблизить Момент Чтобы это произошло Но если не в течение Следующего года Что было бы очень наивным Да А все-таки Затратив на это Ну может быть 5 лет 7 лет 10 лет Для того чтобы Изменить свою жизнь В каком-то неком Не столь отдаленном будущем 10 лет тоже хороший Кстати срок Ну 5-7 лет лучше А еще лучше 3-4 года Это понятно Но Во многом Это зависит от Одной особенности Любой процесс Он сильнее Чем люди Например В 90-е годы Очень многих людей Даже без Каких-то знаний Без навыков Без способностей Даже порой Без стартового капитала Бизнес выносил Просто На волне Вверх Очень серьезно Не важно Что ты открывал Обменный пункт Ты открывал Либо ты открывал Ту же аптеку У тебя бизнес Мог расти Как на дрожжах И ты мог зарабатывать По 300-400 процентов В месяц И все Кто из вас Либо занимался Этим бизнесом Либо знают Эти истории Примеры Могут это подтвердить Да Это был пустой рынок В котором не было Заполнено Ни одной ниши И все Росло в этот момент Но сейчас Конечно же Ситуация изменилась И сейчас Мы с вами говорим О том Что нам нужно найти Какое-то транспортное средство Которое будет двигаться Очень быстро И почему Вот я Например В частности Выбрал ЛР Год назад Когда мне Представил этот выбор У меня были Какие-то бизнес Проекты Оставьте его В покое Были бизнес Проекты И у меня Даже был Свой небольшой Сетевой проект И по идее Я вам хочу сказать Что Ну Многим людям Страны Вообще Было очень трудно Объяснить Почему я Закрываю Какие-то свои проекты И прихожу Простым дистрибьютором В компанию ЛР Они не понимали Этого Но Может быть Именно потому Что когда-то В 20 лет Моим первым бизнесом Был сотрудничество С одной из МЛМ компаний Я очень хорошо Понимал Что Происходит На этом рынке Это очень Простой рынок Рынок На котором Присутствуют На сегодняшний день Порядка 500 компаний Вот В России На сегодняшний день Есть порядка 500 компаний Прямых продаж Ну Мы называем МЛМ Это как Такая Аббревиатура Американская Мульти-левел маркет Вообще Это Компании Прямых продаж Вот их Около 500 Компании Прямых продаж КПП Может быть Это будет Удивительно Для вас Но Этот рынок Распределяется Так Примерно 10 компаний Делают 80 И даже Больше Процентов Оборота И еще 500 компаний То есть Все оставшиеся Борются За 20 Процентов Оборота Это происходит Везде В любой Нише Бизнеса Вы можете Найти Примерно Такую Картину Еще Интереснее Это то Что первые Три компании Делают Фактически Основу Порядка 75% Этого Рэнка Это компания Которая на слуху Вы все их знаете Эйван Кто не знает Компанию Эйван Арифлейн Амвейн Все знаете Вы знаете Это и есть Вот феномен Я могу Назвать Еще 5 Компаний Например Из этих 500 Вы Половина Даже Не будете Знать Их Назвать Феномен Заключен Как раз Таки В том Что Эти Компании Преуспевают Потому Что О них Узнали Все Когда-то Нашлись Люди Которые В России Начали Бросать Как Камушки В воду И Начали Расходиться Круги Они Бросили Один Камушек Второй Третий И Вошли Круги По Воде Вы Понимаете Прекрасно 15 Лет Назад Например Никто О компании Арифлэйм В России Не знал Или О компании Эйвен Или О компании Амвэйм Но вдруг Появились Первые Люди Которые Об этом Начали Узнавать И Естественно Эти люди Стали Использовать Те Бизнес Методики Для того Чтобы Сделать Презентации Для Других Людей Презентация Чего Ну как Пользоваться Вот этими Продуктами Как Можно Их Заказывать Ну Другие Продукты Неважно И как Можно С этим Построить Свой Небольшой Бизнес Потому что Для России Это было Вообще В новинку И людям Приходилось Объяснять Очень Долго Что такое Прямые Продажи Что такое Сетевой Маркетинг Это Сейчас Уже Все мы Кстати Во многом Благодаря Этим Компаниям Знаем Об этом И что Стало Происходить Фактически Россия Разделилась На два Лагеря Один Абсолютно Большой И абсолютно Понятно Почему он Образовался Это те люди Которые Да Знают Что есть Такие Компании Но Не Продуктами Не хотят Пользоваться Не Бизнесом Заниматься Это 95 97 Неважно Какое Количество Людей Они Не Хотят Не Вообще Этим Заниматься Не Вообще Какие То Не Конкретно Вот этой Компании Но Выявился Тот Процент Людей Которым Это Нужно Которые Хотят Пользоваться Такими Продуктами Которые Хотят Разговаривать С людьми Об этих Продуктах Которые Хотят Заниматься Бизнесом Вот Если Вы Сейчас Выйдите На улицу И Спросите Остановите 100 Человек Ну Квартл Отойдите Потому Здесь Есть Вероятность Того Что Вы Будете Натыкаться Друг На Друг Вы Спросите У Людей Что Такое ЛР Вы Знаете Что Такое ЛР Вот Остановите 10 Человек Вы Увидите Что Никто Не Знает 100 Человек Остановите Если Мы С Вами Отправимся В Любой Город России Но За Исключением Вот Таких Маленьких Как Питкеранты И Так Далее Где Уже Успели Они Все Друг Другу Рассказать Должен Понравиться Там Брюс Виллис Кто Терпеть Не Может Всех Леза Зажжет Автомобильная Программа Нет Кто То Ему Не Нужен Автомобиль Или Ему Нужен Какой То Другой Или У Него Уже Есть Автомобиль Кому То Вообще У Него Такая Жизненная Ситуация Ему Не Нужно А Кто То Уже Преуспел В Мы Найдем Огромное Количество Людей Которым Это Не Нужно И Найдем Небольшой Процент 2-3 Процента 3-4 Процента Людей Которые Захотят Это Делать И Это Абсолютно Естественно Вот Мы Кстати Проводим Такие Информационные Встречи Потому Что На таких Встречах Мы Не Даем Информацию О Тех Возможниях Которые У нас Есть Представьте Себе Что Мы С Вами В Следующие 5-7 Лет Смогли Рассказать Всем Людям В России О том Что Такое ЛР К Чему Это Приведет А так Оно И Будет Так Оно И Будет Потому Что ЛР Это Очень Заметная Компания С Е Звездами С Продуктами Совсем Вы Через 5-7 Лет Вы Уже Сейчас Знаете Что Такое ЛР После Сегодняшнего дня Но Через 5-7 Лет Вы Будете Натыкаться На Автомобили Повсюду Вы Будете Видеть Людей С Пакетиками Вам Будут Приносить Каталоги Как Сейчас Приносят Каталоги Других Компаний Вам Будут Дарить Подарки Вам Будут Предлагать Перед Новым Годом Купить Подарки И В Принципе Разница Заключена В Следующем Либо Вы Инициируете Этот Процесс И Тогда Вы Будете Но Не Все Пользуются Адидас Но Есть Какой-то Процент Людей Которые Пользуются Потому Что Все Знают Что Такое Тойота Но Не Все Ездят На Автомобиле Тойот Кто Предпочитает Например Мерседес Или Пош И Это И Есть Тот Бизнес Которым Мы Занимаемся Компания Не Вкладывает Ни Копейки В Рекламу По Телевидению В Журналах Пока Но Звезды Делают Свою Работу Автомобили Делают Свою Работу Вот Куда Компания Вкладывает Деньги Мы Делаем Свою Работу Компания Нам Платит За То Чтобы Мы Постепенно Шаг За Шагом Месяц За Месяц Год За Год По Сарафанному Радио Рассказали Всем Людям Вокруг Об Этому Бизнес Это И Есть Суть Нашего Бизнеса Но Есть Другая Суть Они Уже Рассказывали Наши Замечательные Лидеры Это То Что Мы В Действительности Вот Если Мы Посмотрим Чем Мы Занимаемся Мы Просто Переводим Своё Потребление В ЛР Мы Являемся Порой Сами Единственным Клиентом В своем Магазине Мы Покупаем В своем Магазине И Дарим Подарки Своим Знакомым Мы Покупаем Зубную Пасту Не В Ошане Либо В Каком-то Другом Гипермаркете А берем Эту Продукцию У себя И Мы Пользуемся Какими-то Другими Продуктами Которые Появляются И будут Появляться Затем Вокруг Нас Появляются Те Кто Услышал О нас О геле Те Кому Мы Подарили Например Парфюм И он Захотел Себе Заказать Те Кому Например Линию Парфюмерии Перед Праздниками И сэкономить В 2-3 Раза Своих Денег То есть Появляются Люди Которые Начинают Просто Начинают Пользоваться Перевели Своё Потребление Затем Появляются Те Люди Которые Начинают Понимать Что Чем Больше Количество Людей Благодаря Их Разговорам Рассказам Тоже Переведут Своё Потребление Тем Больше Вознаграждения Будет От ЛР Потому что Это такая Концепция Ты можешь Открыть Свой Собственный Бизнес Ты можешь Стать Предпринимателем Начиная С каких-то Мелких Первых Шагов Почему Я вам Это Показываю 80% 10% Вот Если Мы Возьмем Просто Территорию Европы Отдельно Мы Увидим Что Компания ЛР Вот При Все Тех Цифрах Которые Показывал Михаил Именно Оборот В Европе Не Европейская Компания С Оборотом По Всему Миру А Возьмем Локальный Европ Мы Увидим Что Компания Номер Один Это Как Раз Компания ЛР Есть Компании Вот Те же О которых Я сейчас Говорил Реплеем Эйвен Амвейм Многоуважаемые Компании У которых Оборот Больше Чем У компании ЛР Но В Европе Вот Именно В Европе У ЛР Больше Оборот Чем У любой Другой Компании Вот Именно На этой Территории Феномен ЛР Заключается В том Что Ее В общем Нигде Больше И нет Кроме Как В Европе Есть Несколько По франчайзингу Партнеры Открывали В таких Экзотических Странах Как Австралия Но Это Такой Мелкий Процесс Второй Глобальный Рынок На который Приходит Компания Это Рынок России И Если ЛР Там Смогла Опередить Вот Эти Десять Компаний То И Здесь Она Собирается Сделать То же Самое Стать Четвертый Третий Второй Первый Это Единственный Путь Нужно Чтобы Все Узнали Об этой Компании Тогда Она Действительно Станет Первой Второй Третий Либо Четвертый Посмотрите На один Интересный Момент Если Возьмете Три Первые Компании Вот Avon Replay Amway Вы Увидите Что С каждой Из них С каждой Из них Сотрудничает Примерно Порядка Одного Миллиона Человек Умножьте На Три Три Миллиона Человек Со всеми Остальными Еще Один Миллион Четыре Я вам Говорил Что Десять Миллионов Предпринимателей Это Те Люди Которые Уже На Северный День Существуют В России Может Вы Никогда Не Задумывались Но Из Них Четыре Миллиона Это Те Люди Которые Заняты В Индустрии МЛМ Это То От Чего Мы Плевались Долгое Время Я Например В частности Когда Мне Первые Несколько Раз Рассказывали То На Чем Я Смеялся На Самом Деле Есть Люди Которые Взяли И Построили Огромные Группы Предпринимателей Которые Рискнули Которые Перестали Думать О том Что О них Скажут Что О них Подумают Как Я Буду Выглядеть Страны Которые Просто Пошли И Начали Делать Знаете Как Форест Видел Человек Не Думал Ему Сказали Беги Форест Он Побежал Нет Анализа Просто Действие Те У кого Сплошной Анализ Бедные Люди Просто Действие И Есть Люди Которые Вот Таким Образом Постепенно Создали Огромную Индустрию Здесь В нашей Стране Которых 15 лет Назад Фактически Еще Не Был Вот Представьте Себе Что Эти Люди Работают И Еще Занимаются Бизнесом Сетевого Маркетинга Они Нигде Не Работают И Занимаются Только Бизнесом Сетевого Маркетинга Есть Огромное Количество Людей Которые Получили Например Огромное Количество Женщин Которые Получили Возможность Реализоваться Я Тут Много Цифр Разных Написал У меня Просто Такой Склад Мышления Я Не Только По Образованию И Мой Бизнес Долгое Время Был Связан С Цифр Я Просто Вам Хочу Сказать Смотрите Количество Предпринимателей Вырастет В два Раза В следующие 10-15 Лет Это Я Даже Больше Для Мужчин Говорю Потому Что Женщинам Они Уже Давно Приняли Решение Им Понравится Все Хочу Не Понравится Не Хочу Все С Женщинами Все Ясно Хочу Такую Машинку Вот Беленькую Хочу А что Нужно Сделать Беленькую Получить Все Женщинам Все Ясно Это Очень Правильное Мышление С Мужчинами С Мужчинам Надо Доказательную Базу Вот Я Через То Что Я Прошел Я Вам Показываю Как Я Размышлял Год Назад Я Вдруг Стал Понимать Что Пришла Компания Которая Соберет 1 Миллион Человек 1 Клиента 5 Может У них Не будет Много Клиентов Они Сами Будут Потреблять Вокруг Никто Начнет Потреблять Все И Вопрос В том Что Найдутся Люди Которые Этот Процесс В России Организуют Найдутся Люди Которые Расскажут Найдутся Люди Которые Начнут Организовывать Вот Такие Встречи И Которые Постепенно Расскажут Всей Россией О Что Такой ЛР Этот Процесс Уже Стартовал Запустился Но Еще Я Понимал Что Количество Предпринимателей При этом Будет Расти По Сути Вот То Что Мы Вам Предлагаем Мы Предлагаем Бизнес Под ключ Мы Говорим Друзья У нас Есть Такой Автомобиль Вот О Котором Я Сейчас Вам Рассказываю Этот Автомобиль Он Движется Сейчас Со Скоростью 300 Км В Час Как Волит Вормула 1 Он Реально Развивается В России Очень Быстро Потому Что Этот Проект Нравится Людям Такой Бизнес Нравится Но Эмоции Что У нас Есть Для Начала Бизнеса Не Нужно Больших День Если Кого То Пугает Сумма 8000 Рублей Вы Не Готовы Пока К Бизнес Вот И Все Надо Возвращаться На Работу В Принципе Вот Эта Жизнь Она Не Для Вас Я Сразу Хочу Сказать То Если 8000 Рублей Это Проблема Значит Пока Не Готовы Пройдет Время Вы Поменяетесь Ваш Финансовое Положение Поменяется Голова Поменяется Может Быть Вы Будете Готовы Пока Не Готовы Возвращайтесь Туда Где Вы Находите Второй Момент Время Обычно Для Того Чтобы Начинать Бизнес Вот Я Помню Я Жили Это С утра До Вечера Просто Вот Через Год Это Все Закрылось С Убытком Мы Потеряли Кучу Денег Мы Могли Купить По Квартире В Москве Но Мы Думали Почему То Что Это Очень Перспективный Бизнес Открыть Интернет Кафе В тот Момент Когда У каждого В доме Появлялся Интернет Было Очень Забавно Ребята Заработали Денег В Сетевом Маркетинге Решили Открыть Настоящий Бизнес Вот Мы Его Открыли Обычно Для Открытия Бизнеса Нужно Но Все Таки Много Времени Наш Бизнес Позволяет Человеку Прийти И Тратить 2-3 Часа В день 2-3 Часа В день Для Того Чтобы Открыть Своё Собственное Дело Это Тоже И Лет С Нашим Большим Преимуществом Следующий Момент Это Чёткая Система Чёткая Система Действия Вот Вы Видели Наши Лидеры Показывали Программу 10 шагов К увеличению Дохода СЛР У нас Есть Еженедельное Обучение У нас Есть Материалы Которые Позволяют Нам Понять Каким Образом Делать Этот Бизнес Не Нужно Приходить И Что-то Придумывать Есть Люди Которые Приходят И Начинают Вот Давайте Я возьму Эту Продукцию Я Расставлю Везде У меня Есть Знакомые По всему Городу Я Запущу Там Такую Рекламу Все У них Уже В голове Такой Концерт У этих Людей Ничего Не Получается Почему Ну Серьезно Абсолютно Ничего Никогда Не Получается Я Уже Это Насмотрел Потому Что Если Б Это Работало Этот Б Креатив Уже Давно Внесли В Систему Это Все Не Работают Простые Вещи Из Дост В Став Вот Так Вот Сесть Который Может Повторить Любой Школьник Любой Человек Смысл Не В том Чтобы Взять И Продать Много Продукции Нет Смысл В том Чтобы Начать Пользоваться Нормальными Продуктами Высокого Качества И Начать Рассказывать О Возможностях Людям Постепенно Один Человек За Другим Один Человек За Другим Один Человек За Другим Без Каких То Огромных Рычагов Есть Определенная Система Но Самое Главное Есть Обучение Тому Как Это Работает Ну И В итоге То Что Вам Говорю Это Волна Это Огромная Волна Которая Сейчас Идет И Постепенно Все Люди Человек За Человеком Узнают Что Такой ЛР Тот Кто В Это Включится Начнет Рассказывать Тот Кто Сделает Много Рекламы По Сути Ну Как Мы Это Называем Да Истинный Реклам Потому Что Никто Не Пойдет Рассказывать С Хотя Честно Мне Не Нравился Год Назад Жутко Просто Вот Но Я Его Полюбил Пришлось Я Шучу У 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 Я Пользуюсь Этим Парфюмом Кому То Нравится Есть Например Парфюм Брюса Виллиса Для Женщин Я Им Пользовался Серьезно Сразу Начались Женщины Вопросы Чем От Тебя Пахнет И У 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 Есть У У Дайте Мне Покетик Сейчас Пользуюсь Случаем У 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 который продает парфюмы да вот я видел вот такого же качественного оформления ароматы их очень много богатый выбор но все три четыре пять тысяч рублей я говорю серьезно когда я говорю о парфюмах но посмотрите сколько стоит у меня есть там парфюм который мне очень нравится я тайком иногда пользуюсь им вот для жены ей нравится больше я посмотрел он стоит 3800 рублей за флакон 50 миллилитров карте мост вот ей нравится это ромаш был был на мне я подумал зачем он мне нужен за 3800 рублей если я вот это могу купить за 1200 понимаете вот и это очень красиво но самое главное это еще и замечательно вот он цветочный он быстро выветривается ну как это парфюм он не выветривается через полчаса но любые цветочные запахи они долго не держатся если была туалетная вода вообще быстро бы ушло вот и все вот кому-то сразу понравилось и у меня сразу начали какие-то подружки с которыми я встречался заказывать вот эти вот этот парфюм он сейчас очень популярно я хочу двум своим подружкам по бизнесу вот алектини проценко и лени карташовый как нашим лидером это уже лидерские группы вручить вот партнер вот и еще там я для вас тоже приготовил вам подарок пользуйтесь на здоровье сразу такой аромат и приятный да то есть находятся люди которые понимают что можно ведь пользоваться дешевле или можно кому-то из друзей это не стыдно предложить чтобы это это купили так вот возвращаюсь чем больше магазинов тем больше оборот тем больше процент который можно получать смотрите а это транспортное средство в которое я сел в которой сели те партнеры которые здесь это делать почему потому что у нас есть вот этот бизнес под ключ мы его купили и мы его сейчас предлагаем купить другим людям вы не думаете чтобы эти люди которые купили что-то и потом идем то же самое перепродаем нет смысл этого бизнеса заключается в том что я начинаю делать оборот для компании своим собственным потреблением тем что я дарю подарки тем что ко мне приходит 2-3 знакомых и что-то начинают постепенно с каждым днем появляются такие люди которые что-то начинают у тебя брать и ты как бы маленький магазин и не должен быть огромным магазином с товарооборотом там в миллион рублей в месяц нет две три тысячи пять шесть тысяч рублей десять это это достаточно это уже работает в этой концепции все что делать дальше помочь другим людям тоже понять что можно покупать 40 процентной скидкой высококачественные продукты и найти тех людей которым это нравится найти тех людей которые хотят об этом рассказывать людям об этой концепции все это и есть вот этот вот процесс и постепенно мы всем рассказываем своим знакомым они своим знакомым о том что есть такая возможность большинству не нравится кому-то нравится но за счет того что это новый проект в россии растет количество предпринимателей у нас есть четкий бизнес под ключ нам приходится больше и больше людей вы видели михаил показывал вот посмотрите по пять тысяч человек сейчас приходит что будет через пять лет даже если этот темп сохранится да они всем расскажут вокруг что такое лр все будут знать кстати а что будет что произойдет когда люди закончатся кто-нибудь думал придумают новые мыться не перестанут все правильно появляются новые виды продуктов и просто это начинает расширяться потому что есть например корма для кошек и для собак сегодня человек это не нравится завтра ему это подходит есть ювелирное украшение бижутерия сегодня он для себя ничто не нашел завтра все правильно запускается новая линия расширяется ассортимент вырастает новые люди это переходит в другие страны это бесконечный процесс это первое и второе первое направление второе в какое транспортное средство вы садитесь что вы выбираете именно поэтому сегодня вам рассказываем облр а теперь третье вот самое главное это то чем мы будем заниматься после перерыва у нас будет где-то вот полтора до часа у нас есть ну с копеечками мы с вами этим будем заниматься для того чтобы это все получилось вашей жизни недостаточно выбрать направление и сесть в какое-то транспортное средство которое будет двигаться с хорошей скоростью если просто сесть это все что наблюдать за этим процессом для того чтобы здесь преуспеть нужно возглавить этот процесс нужно стать определенным лидером этого процесса нужно стать причиной почему что-то начинает происходить нужно стать причиной почему люди об этом узнают и это простые вещи о которых мы будем говорить после перерыва я буду с вами делиться своим опытом я отвечу на ваши вопросы у нас будет небольшой брифинг и все же самое главное нам с вами нужно понять что в любом случае для того чтобы преуспеть нам нужно стать тем человеком который начнет это делать которая захочет учиться которая захочет действовать которая захочет изменить свою жизнь жизнь своей семьи год назад я принял решение прийти в компанию л здесь говорили о результатах я сейчас не буду повторяться я вам просто хочу рассказать что сейчас количество людей которые начинают зарабатывать деньги вместе с компанией спустя год нам говорит о том что через 5-7 лет мы действительно увидим порядка тысячи человек тысячи человек и только в россии я сейчас не был там казахстан тогда это люди которые будут финансово свободны больше там но тысячи человек точно будет это те люди которые будут зарабатывать 200 300 тысяч рублей в месяц этого уже достаточно для того чтобы чувствовать себя финансово свободным человек будет порядка сотни людей это те люди которые будут ну просто миллионера вместе с этой компании я говорю это серьезно вот тут говорили что я миллионер там и так далее вы знаете один раз жизни правильно распорядился деньгами проинвестировал их верно и у меня вместо 250 тысяч долларов которые я в бизнесе там в том числе в сетевом наработал вдруг получился миллион я уже давно уже пожалел что я людям об этом рассказал потому что это вот как ярлык приклеит я уж давно миллион потратил уже давно его пропил проел но если честно в бизнесе просто потерял большую часть денег хорошо же на умный дом купил так бы все вообще вы но здесь и сейчас уже в лр да я могу сказать что скорее всего вот в этом году доход мой будет ну где-то порядка 600 700 тысяч долларов год это уже нормально это уже серьезно я вижу что таких людей тех людей которые смогут стать миллионерами которые накопят свой миллион будет у них этот миллион несколько миллионов они будут зарабатывать за три-четыре года до таких людей будут сотни я не говорю что эти будут тысячи этих миллионы я реально смотрю на ситуацию в разрезе который и да будет будет человек 30 40 безумно богатый очень богатый но здесь нужно понимать что людей которые будут зарабатывать 30 40 тысяч рублей вот не 200 300 а 30 40 это десятки и десятки тысяч если вы хотите для себя найти на первом этапе дополнительный доход и только после этого строить карьеру то вы можете не бросать свою работу не вкладывать больших каких-то денег в развитие бизнеса получить готовую систему обучения и начинать потому что я когда пришел в 20 лет бизнес единственный бизнес который был это был бизнес прямых продаж я хотел зарабатывать 200 долларов 400 меня никаких миллионах не мечтал не было вот именно такая цель но понятное дело когда ты начинаешь зарабатывать ты видишь примеры других людей вот так вот это все и начинается а итог полгода назад ровно ну давайте так округлю я в декабре месяца чуть больше уже чем полгода назад мы в первый раз начали проводить встречу в воронеже я помню приехал уже до этого проводили встречи и алифтина елена и михаил подключился я помню ребята уже проводили встречу и были и были и другие да наши партнеры уже появились но когда мы собирались вместе нас было но несколько человек затем вот я помню раз за разом я сюда приезжал и вот в этом зале может в третий раз собираемся но я вот помню третье я вижу как растет этот зал вот если вы встанете отсюда посмотрите а вы стояли увидите что с каждым разом людей становится все больше и больше это абсолютно нормально то есть может быть еще в августе вы здесь поместитесь а в декабре уже но вы понимаете что даже два таких зала не смогут вас поместить почему кому-то нравится начинать этим бизнесом заниматься кому-то нет но мы видим что это предложение людям интересно для себя вам нужно решить хотите вы что-то менять свою жизнь либо хотите оставить все как есть если хотите менять то задайтесь вопросом если у вас деньги для развития бизнеса если у вас время если у вас четкая система действий если у вас обучение тому как делать этот бизнес если вы хотите все это получить то мы готовы после перерыва дать вам еще больше представления о том каким образом мы это делаем у нас будет небольшое обучение и у нас будет брифинг я буду отвечать на ваши вопросы такие бизнес не мы проводим каждый месяц и по сути в течение месяца мы встречаемся со знакомыми своими друзьями с незнакомыми людьми и рассказываем им с помощью видео с помощью инструментов о тех продуктах и возможностях которые есть а затем приглашаем вот на такие информационные встречи раз в месяц если вы начнете заниматься бизнесом вы будете также подключены к нашему еженедельному обучению то есть методика бизнеса с одной стороны проста понятно с другой стороны у нас проработан каждый элемент каждый шаг мы сегодня эти вещи обсуждать не будем они обсуждаются на городских школах но уже для партнеров и для тех кто принял решение стать партнерами у нас через 15 минут пройдет обучение сейчас перерыв и дегустация пожалуйста приступайте все кому интересно попробовать продукты подходить